Пока Силы и нервы, если нам проставить все по местам, здоровье будет на первом. Здоровье будет на первом. Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова «Здоровье». У меня в руках вот такая книжка «Секс после 50». Если вы ее откроете, то окажется, что в ней все страницы пустыли. Именно поэтому в нашу студию я пригласила сегодня лучших врачей России – урологов, акушеров-гинекологов, кардиологов, психиатров. Цель нашей встречи одна – ответить на ваши вопросы. Сегодняшняя программа «Здоровье» называется очень просто – «Странные вопросы о сексе». Все профессора, которые стоят рядом со мной, приехали для того, чтобы ответить каждому из вас. Сегодня вы наши эксперты. Начинаем отвечать на ваши странные вопросы о сексе. Меня зовут Аня, мне 31 год. Мы с мужем планируем завести ребенка. Я, естественно, приобрела очень много тестов на временность. И муж за компанию, как будто не смешно звучало, решил провести его вместе со мной. И самое странное в этой ситуации, что он оказался положительный. Как это возможно и что теперь с этим делать? У мужа положительный тест на беременность. Это нормально или нет? Это возможно или нет? На этот вопрос сегодня ответит врач-онколог-уролог, президент Российского общества урологов-онкологов, профессор, доктор медицинских наук Всеволод Борисович Матвеев. Профессор Матвеев – потомственный онколог-уролог, президент Российского общества урологов-онкологов. Он возглавляет отделение онко-урологии в знаменитом онкологическом центре на Каширском шоссе. Каждый год в отделение к доктору Матвееву приходят больше тысячи мужчин. И у каждого десятого из них рак яичка. К счастью, рак яичка является примером в онкологии излечиваемого онкологического заболевания, даже на самых запущенных стадиях. Тест на беременность – один из диагностических тестов, который позволяет выявить рак яичка у мужчин. Итак, профессор Матвеев, положительный тест на беременность увеличенный во много раз. Вот он в таком виде, в котором его видит женщина обычно. В вашем случае это увидел муж. Норма это или нет положительный тест на беременность у мужчины? Это, конечно, не норма. Если это не норма, то что это? Вот что сейчас делать в семье у мужчины молодого положительный тест на беременность? Это может являться симптомом, признаком злокачественного нового образования яичка. И мужчине, конечно, необходимо обратиться к специалисту, к онкологу, урологу для проверки состояния его яичка. Итак, что происходит вот с этой железой, которая в норме продуцирует тестостерон, главный мужской половой гормон, и сперматозоиды? Почему вдруг появляется положительный тест на беременность? В норме мужское яичко выделяет только тестостерон и продуцирует сперматозоиды. Но когда возникает рак, ткань яичка начинает производить главный гормон беременности – хорионический гонадотропин человека. Именно этот гормон определяют все тесты на беременность. Но если для женщин это означает радость материнства, то для мужчины диагноз – рак. Диагноз – рак яичка. Что делать? Что мы сейчас должны сказать этой семье, Всеволод Борисович? Ну, прежде всего, нужно сразу сказать, что рак яичка – это несмертный переговор, что жизнь продолжается, и не просто жизнь, а абсолютно нормальная, полноценная жизнь. Но предстоит, возможно, серьезное лечение. Пошагово. Вот первое, второе, третье. Первое, что делается – удаляется больное яичко. Раз. Раз. После этого выполняется гистологическое исследование удаленного яичка и выбирается оптимальный вариант лечения. Если лечение прошло нормально, у этой семьи будут дети, этот мужчина останется полноценным? В большинстве случаев – да. Сразу после того, как будет определена стадия и прогноз нашего пациента, мы в зависимости от этого дадим рекомендации в отношении необходимости к ревоконсервации спермы, которая может быть в дальнейшем использована, если собственный сперматогенез будет не совсем достаточным для зачатия. То есть можно законсервировать сперматозоиды мужа, и никаких угроз с точки зрения возможности иметь детей у вас не будет, вы их будете иметь. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на вашу историю, мы вам готовы помочь. И сейчас я приглашаю вас в операционную, где работает профессор Матвеев. Урологическая операционная онкоцентра на Каширском шоссе. Мужчине, который на столе 33 года. Оперирует доктор Матвеев. К сожалению, рак яичка – это болезнь молодых мужчин. Как и любая злокачественная опухоль, рак яичка может давать метастазы, распространяться на другие органы, и человек от этого погибает. Очень важно, чтобы диагноз «рак яичка» мужчина поставил себе сам на самых ранних этапах. Тогда его сексуальной жизни ничего не грозит. Яичко – это парный орган. Поэтому удаление одного яичка, оно, к счастью, не приводит, как правило, не приводит, если второе яичко нормальное, ни к изменению эректильной функции, ни к исчезновению репродуктивной функции. Врачи удаляют больное яичко, но второе по-прежнему работает. Оно выделяет и сперматозоиды, и тестостерон. У этого мужчины будет и личное счастье, и дети, и всё, что положено иметь настоящему мужчине. Но при запущенных раках ситуация серьёзнее. После удаления яичка мужчине проводят курс химиотерапии, а, возможно, ещё одну операцию по удалению метастазов. Операция прошла хорошо. Надеемся, что у пациента будет долгая и здоровая жизнь. Заниматься сексом он сможет, как только он выпишет, из-за стационара. Огромное спасибо профессору Матвееву. Друзья, а у нас следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ольга. У меня вот такой вопрос. Мой муж ничего не хочет. Мы с ним прожили больше 20 лет уже, всегда были спортивной парой. Но в последнее время всё изменилось. Он ест, готовлю я, конечно, хорошо, и лежит на диване, телевизор смотрит, философствует. И всё. Больше ничего его не интересует. Стал таким и превратился из спортивного парня, в жирного, толстого, вот такого рыхлого мужика. Вот, я не знаю, говорят, седина в бороду без в ребро, а он вообще ничего не хочет. Что мне делать? Ой. Радоваться, что без не в ребро, а то бы другие проблемы решали. Но реально эта проблема серьёзная. Мужчина, взрослый, 50-летний, 45-летний, который ожирел, лежит, ничего не хочет, ни секса, ни кекса, вообще ничего. Норма это или нет? Нет, а главное, что делать? И, может быть, ещё важнее, есть ли угроза для жизни этого мужчины? На этот вопрос ответит врач-эндокринолог, заведующая кафедрой эндокринологии с курсом андрологии Российского университета дружбы народов, Светлана Юрьевна Калинченко. Профессор Калинченко – врач-эндокринолог-андролог. Она возглавляет кафедру эндокринологии Российского университета дружбы народов. Её пациенты – большие мужчины. У них огромные животы и масса проблем. Вот эти складки. Нам их стали называть ламбрикены. Такие вот складки, которые на штору. Как на штору. Вот эти ламбрикены – это признак низкого уровня тестостерона. Как вес меняет мужчину? Почему волевые и сексуальные становятся безвольными импотентами? Кто должен помочь – женщины или медицина? Ответ на этот вопрос знает Светлана Калинченко. Итак, Светлана Юрьевна Калинченко рядом со мной. Это нормально или нет? Почему бес ему не в ребро, а приковал его к дивану? Почему ему ничего не хочется? Вот этому чудесному мужчине, который когда-то был спортивным и прекрасным. Ничего ему не хочется, потому что у него понизился гормон, который отвечает за желания. Абсолютно за все желания. За сексуальные желания, за социальные желания. Вы говорите, он лежит дома на диване, ему ничего не хочется. За спортивные амбиции, за его физическую форму. С него понизился главный гормон, главный мужской гормон – тестостерон. Это нормальное состояние. Рано или поздно каждый мужчина с этим сталкивается. Но мириться с этим, естественно, ни в коем случае не нужно. Это надо лечить. Это называется мужской климакс. Ваш муж дожил до своего климакса. Давайте представим, что вот это объем тестостерона, который дан каждому мужчине. И теперь мужчина стройный и спортивный. Какая-то часть тестостерона будет связана с жировой тканью. Какая-то пойдет на работу мозга, будет формировать желания и амбиции. Какая-то часть тестостерона создаст мышцы и прекрасное мужское тело. Какая-то часть тестостерона будет отвечать за крепость костей. И посмотрите, сколько останется мужчине без ожирения с избытком на возбуждение людей и радости. Здесь плещется тестостерон. Вот здесь другая ситуация. Здесь есть ожирение. Тестостерон, в принципе, жиросжигатель. Вот, в принципе, сейчас тестостерон этот несчастный изо всех сил пытался чего-то жечь. Вот сколько его ушло на жировую ткань. Что-то по-прежнему осталось на мозг. Поэтому телевизор еще смотрит. Еще интерес к жизни сохранен. Мышцы совсем чуть-чуть. Кости, между прочим, как и у женщин, становятся хрупкими. А вот, товарищи, что осталось у нас? Три капли называется на личную жизнь. Вот, грубо говоря, что произошло. Но, как говорится, все бы ничего. Но нет у вас сексуальной близости. И, может быть, и пусть. Но, Светлана Юрьевна, я хочу, чтобы вы сказали, что такие мужчины с низким тестостероном имеют угрозы большие для жизни. Что ему грозит, кроме отсутствия амбиций и сексуальной активности? Абсолютно правильно. Как вы правильно показали, нет ни одной клетки, ни одного органа, ни одной системы органов, которая не нуждалась бы в тестостероне. И когда его становится мало, когнитивные нарушения, ухудшение памяти, интересов и так далее. Вот, мышечная масса. Уменьшается и количество мышечной массы, и качество. Почему начинает все провисать? Вот, второй подбородок, складки. Мужчина начинает вставать ночью в туалет. Не только потому, что у него проблемы с предстательной железой, потому что мышца мочевого пузыря становится слабой. Она не может хорошо растянуться, удерживать мочу. У него нарушение сна. Раз у него нарушение сна, он не восстанавливается. Он просыпается злой, раздражительный. Кости. Все то же самое. Тестостерон переходит у мужчин в эстрогены. Если не хватает тестостерона, не хватает эстрогенов, кости становятся хрупкими. Такой мужчина может упасть и поломаться. Остеопороз. Ну а здесь понятно. То есть это первый... Вот мы начали с того, кто может помочь мужчине. Только женщина. Жена. Она видит эти первые признаки. Что у него первые признаки – это именно снижение желания. Возможности у него, может быть, еще и есть. Но как только понизилось желание, это первый звонок о том, что тестостерона стало мало. И нужно не просто идти, нужно бежать к врачу за тестостероном. В прямом смысле слова, потому что тестостерон сегодня назначается как лекарство. Я хочу всем женщинам сказать, что предположить, что у вашего мужа дефицит тестостерона очень просто. Ему надо измерить обхват талии. Если он больше скольки, вы предполагаете дефицит тестостерона? 94 сантиметра уже равно диагноз ожирения. Все. Вот уже есть один сантиметр лишнего жира, уже туда будет расходоваться тестостерон. И, друзья, 94 и больше. Сходите к врачу, эндокринологу, андрологу, а я вас приглашаю в клинику профессора Калинченко. Вот так выглядят мужчины с недостатком тестостерона. У них большие животы, вырастает грудь, характер становится истеричным, а сексуальные желания пропадают. Вернуть мужественность во всех смыслах помогает гормонозаместительная терапия. Тестостерон вводится в организм с помощью укола или геля с гормонами, которые наносятся на кожу. Я вас поздравляю, какому дойдутся. Ваш тестостерон начинает повышаться. В результате уровень главного мужского полового гормона в организме растет, и мужчина вновь становится мужчиной. Он худеет, его мышцы становятся крепкими, появляется желание ставить и достигать цели, и добиваться женщин. Сексуальная жизнь восстанавливается. Вот так выглядят пациенты доктора Калинченко. Ну, так как очень много лет Светлана Юрьевна помогает нам бороться с мужским ожирением, а следственно с дефицитом тестостерона у мужчин, в этом году в нашей группе тоже есть семейная пара, и они сидят здесь, Евгения и Галина Матюшкины. И я хочу, чтобы Женя встал и сказал нам, какая талия у него была и какая сейчас. Моя талия была 136 сантиметров, сейчас 96. Но я работаю над ней. Появились силы. Мне сняли диагноз сахарный диабет второго типа. Как вы видите, у меня ушел так называемый пивной живот, и появились желания, как сказала Светлана Юрьевна. Все очень. Здорово. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам огромное. Садитесь, пожалуйста. Увидимся через несколько минут. Друзья, наша программа продолжается. С вами снова здоровье. Тема нашего разговора сегодня очень простая. Странные вопросы о сексе. Их нам задают наши зрители, приехавшие специально для этого в студию. И специально для каждого из вас я пригласила к нам в программу здоровья самых лучших докторов России. Урологов, эндокринологов, акушеров-гинекологов, кардиологов и психиатров. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. Программа называется «Странные вопросы о сексе». Поэтому, пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. У меня товарищ есть. Ему поставили диагноз рак простата. Нужно делать операцию. Ну, там вот, говорят, есть три вида. То есть, когда там разрез делают, потом прокалывание и робот. Товарищ делать боится, не хочет, потому что он считает, что после этого он будет импотентом. А, ну, сами понимаете, после этого у мужчины такая жизнь, чего ради жить. Вот что ему делать сейчас? Для вас и для вашего товарища. А мы знаем, когда сваливают на товарища. На этот вопрос ответит главный уролог России, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Юрьевич Пушкарь. Профессор Пушкарь – главный уролог России. Он возглавляет урологический центр, который входит в сотню лучших клиник мира. Рак предстательной железы, аденомопростаты, опухоли мочевого пузыря, недержание мочи у женщин. Каждый день доктор Пушкарь проводит несколько сложнейших операций. Я не могу носить маски бумажные. У меня раздражение очень серьезное, поэтому я ношу маски такие. Марлевая маска – это единственный атрибут из прошлого века, который остался у главного уролога России. В остальном – самая современная наука и самые современные технологии. Дмитрий Пушкарь – автор 40 книг, многие из которых стали учебниками для врачей-урологов России и Европы. Доктор Пушкарь – не просто хирург. Результатом своей работы он считает нормальную сексуальную жизнь своих пациентов. Хочу сказать, что профессор Пушкарь владеет всеми видами операций, поэтому это эксперт высочайшего фраза. Добрый день еще раз. Делать или нет, будет импотентом или нет? Лена повторяет вопрос, чтобы на него конкретно ответили. Абсолютно. Абсолютно. Конечно, делать. Дело в том, что сегодня мы говорим о нервосберегающих операциях. И странный вопрос еще до недавнего времени не был странным. Он был закономерным. Почему? Потому что если мы удаляем представительную железу вот таким вот образом, мы удаляем все нервы, которые здесь очень красиво изображены. Видите, они светятся. Конечно, мы говорим о той странной операции, которая до недавнего времени была стандартной. Операция расширенная, которая, естественно, приводила к расстройствам сексуальной функции. И вопрос, удалять простату или не удалять, как вы правильно задали, был странным. Сегодня можно сохранить вот эти вот нервы. Они-то и отвечают за эректильную функцию. И она сохраняется после операции. Вы знаете... Разрез, прокол или робот? Да, конечно, конечно. Помню. Разрез, прокол или робот. Вы знаете, дело в том, что на самом деле мы должны знать статистику. Сегодня в мире выполняется 95% операций, так называемых операций да-винчи. Это операция, которая, да, робот-ассистированная операция. Поэтому ответ да, операцию делать, если сделают суперсовременную робот-ассистированную операцию, сохранят все нервы, которые отвечают за патенцию. И он им патентом не будет, у него будет полный порядок. А вот теперь я приглашаю вас в операционную, в роботическую операционную профессора Пушкаря. Вот он, робот-ассистент. Его назвали по имени художника эпохи Возрождения да-винчи. У робота четыре руки. Через крошечные проколы на животе они погружены в тело пациента. Но движениями робота-хирурга управляет хирург-человек. Это рабочая консоль. Рабочая консоль может находиться... То есть это место хирурга? Это место хирурга. Хирург сидит. Не там у операционного стола, а здесь? Хирург сидит. Видите, что нет перчаток. Абсолютно. То есть вы не мылись на операцию? Мы не мылись на операцию. И никто не мылится на операцию в данном случае. Эта консоль может находиться как здесь, так и, например, в моем кабинете или в другом городе. Итак, сидя за пультом управления, врач руководит работой робота. Со стороны это выглядит как компьютерная игра. Но его преимуществу железного хирурга масса. Во-первых, врачу не стоит напрягать зрение, всматриваясь в операционное поле. Увеличенное во много раз изображение он видит через два окуляра. Оно же передается и на внешний экран. Кроме того, робот-хирург выполняет так называемое масштабирование движений. Если рука хирурга человека сдвигается на сантиметр, то у робота лишь на пару миллиметров. Это позволяет выполнять операцию на крошечных поверхностях. Именно так с точностью домикрон профессор Пушкарь удалит рак простаты, оставив главные нервы неповрежденные. Поэтому и мужчина сможет жить полноценно. Ну что, у нас в гостях один из многочисленных пациентов профессора Пушкаря Юрий Васильевич Василенко. Юрий Васильевич, я хочу, чтобы вы нам сказали, сколько лет прошло после такой роботической операции и как вы себя чувствуете? Как жизнь? Я два года тому назад обратился в клинику доктора Пушкарю. Вы бы меня видели, каким я был два года тому назад. сегодня меня доктор даже не узнал. Знаете, просто не узнал меня. Отвечает на ваши вопросы, делать операцию или не делать? Конечно, делать эту операцию. Обязательно. Сегодня современные методы в урологии позволяют сохранить функцию. Поверьте, вот поверьте мне, я два года живу, вопросов нет. Вопросов нет в этом плане. И я бы еще хотел бы пользоваться уже случаем, обратиться ко всем мужчинам от 40 и старше. Не ленитесь, посещайте своего уролога, делайте анализ этого ПСА. Это спасет вас от многих проблем. Это я вам говорю как человек, который это прошел. Спасибо вам, Евгений Васильевич, мы рады за вас. Гений Пушкарь, садитесь, Дмитриевич, у нас следующий вопрос. Меня зовут Ирина, мне 45 лет, у нас с мужем трое детей. Ну, в последнее время чувства, мужика, мне что-то совсем пропали, так сказать, даже грустно как-то на душе. И я во время полового акта тоже не испытываю никаких сексуальных ощущений, ну, как будто вообще пусто. Что делать? подскажите, пожалуйста, как будто пусто. Хорошая семья, детей трое, все прошло, как в белых яблонь дым. Что происходит с женщиной в этом возрасте? Можем ли мы как-то ей помочь, вернуть ее ощущения? На этот вопрос ответит замечательный врач-акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующее отделением восстановительного лечения научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Инна Анатольевна Аполихина. Профессор Аполихина возглавляет отделение восстановительного лечения научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Так, как самочувствие? Нормально, очень хорошо. Не чувствуете боли? Нет, отлично, продолжаем работать. О своих проблемах Женщины часто молчат. Недержание мочи, боль во время полового акта. Кому об этом расскажешь? К сожалению, эти проблемы сами не проходят. Но выход есть, и его знают акушеры-гинекологи. Надо сказать, что матка у вас пришла полностью в норму. У нас нет никаких препятствий для проведения реабилитационных мероприятий. Поэтому мы с вами начнем работать. Как помочь женщине старше 45-ти? Ответ на этот вопрос знает профессор Аполихина. Итак, друзья, профессор Аполихина рядом со мной. Инна Анатольевна, вопрос первый. Что случилось? Почему женщина, родившая троих детей, или неважно, может быть, меньше у нее детей, но с годами утратила всякую радость от общения с собственным мужем, судя по всему, любимым, потому что иначе троих детей-то не родить? Да, на самом деле эти жалобы являются традиционными. Как правило, у женщин с возрастом снижается синтез женских половых гормонов. И дефицит эстрогенной, и травмы в родах, и физическая нагрузка, длительное стояние в вертикальном положении тела. Все эти неблагоприятные факторы сказываются на очень важной структуре женской. Эта структура называется тазовое дно. Это мышечная структура. Да, это соединительная тканная и мышечная структура. Значит, тазовое дно у нас вот, да? Вот, Инна Анатольевна, вот эта мышца. Да. И я хочу просто показать, что тазовое дно – это мышца поперечно-полосатая, мышца, которой мы руководим. Вот вы ее хорошо чувствуете, когда можете начать писать, а потом задержать струю. Вот это, по сути, работа мышц тазового дна. Но я хочу еще показать одну вещь. Это уже другие мышцы, гладкие. Вот это женское влагалище, узкое, эластичное в молодом возрасте, с годами, к сожалению, оно становится другим. Оно расширяется, становится дряблым, точно так же, как и мышцы тазового дна становятся дряблыми. Конечно. Можно ли что-то делать? Так как Инна Анатольевна руководит отделением восстановительного лечения, по сути, она занимается восстановлением вашей нормальной жизни. Потому что кроме отсутствия сексуальной жизни, есть еще такая жалоба, как недержание мочи. Почти у всех женщин этого возраста из-за слабости мышц тазового дна. И вот Инна Анатольевна привезла к нам некоторые простые устройства, которые можно отдать женщине домой. Что это такое, что тренируется? В нашем арсенале огромное количество средств, и некоторые я из них привезла сегодня в студию. Такие средства, как вагинальные конусы. Это обыкновенные грузики, которые женщина удерживает с помощью мышц влагалища и тазового дна в течение некоторого времени. И таким образом происходит тренировка мышц тазового дна. То есть этот грузик вставляется во влагалище, и женщина должна его не уронить? Да, она его максимально удерживает, и масса этих грузиков разная. Таким образом, мы достигаем до 100 грамм, и женщина, конечно же, эффективно тренирует мышцы тазового дна, удерживая 100 грамм. В настоящее время существует масса приборов, в частности, вот один из приборов я привезла сегодня в студию, вы видите, да, вставляется специальный датчик. Он разработан специально для очень такой чувствительной структуры влагалища. Это силикон высокого качества, и он реагирует на любые мышечные сокращения во влагалище. Таким образом, женщина уже сама с помощью экрана может контролировать, насколько она эффективно работает, или, может быть, она не очень еще эффективна. То есть это появляется уже элемент биологической обратной связи, зрительный такой анализатор, который контролирует ее работу. Итак, первая задача – вернуть мышцам тазового дна женщины любой в возрасте 45 и старше силу. Вторая задача – постараться сделать ткань влагалища более молодой и эластичной. И вот я сейчас приглашаю вас в клинику профессора Аполихиной, где она проводит лазерное облучение влагалища. Прямо на наших глазах профессор Аполихина проводит процедуру лазерного укрепления стенок влагалища. Лазер направляется на слизистую и делает в ней мельчайшие точечные проколы. Траектория сформирована из лазерного пучка, и под специальным углом подается лазерный пучок на ткани. Под воздействием лазерных лучей начинают прогреваться ткани. Благодаря этому слизистая изменяется, в ней формируются новые волокна коллагена. И мышцы влагалища подтягиваются. Последний участок обрабатываем. Все. Вскоре после этой процедуры у пациентки исчезнут все неприятные ощущения. Сухость, легкое недержание мочи и боль во время интимной близости. И она сможет вновь наслаждаться всеми радостями жизни. Знаете, я сегодня попросила Инну Анатольевну привезти одну из своих пациенток. И вы знаете, когда увидела ее за кулисами, какую-то искрящую, хохочущую, никак она не могла понять, как правильно рассказать, все время хохотала, очень редко в таком возрасте встретишь женщину счастливую. И если мы сейчас просто покажем женские лица в нашем зале, у всех опущены уголки губ. Всем, в общем, давно не весело. Почему? Потому что мы даже понятия не имеем о том, что такие проблемы лечатся. Возраст не должен быть приговором. Вы должны быть полноценной женщиной, сколько бы лет вам не было. Пациентка профессора Аполлихиной Галина Васильевна Одинокова, которая совсем не одинока, а просто умница и красавица. Пришла к Инне Анатольевне с жалобами на недержание мочи. Семейная жизнь сильно не интересовала. И вот у нее в руках прибор, который женщина может использовать дома. Расскажите нам, что это такое. Это очень приятный на ощупь и очень такой, вы знаете, компактный, удобен применение. Значит, это прибор для тренировки мышц тазового дна. Он вводится во влагалище, и дальше женщина контролирует силу своих мышц. Вот как вы это делаете? Покажите. Сейчас рукой вы будете исполнять функцию влагалища. У меня программа на телефоне. И вот представьте, что черный датчик находится во влагалище. И слушаем команды, да, прибора? То есть программа так предусмотрена, что она фактически контролирует, опять же, все сокращения. Покажите мышцы и удержать их. Затем расслабить. Позвольте вибрации направлять вас. Напрягите мышцы. Напрягите мышцы. Рисуется зеленый столбик. Напрягите мышцы. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Это настоящая мышечная тренировка. Расслабьтесь мышцы. Под контролем. Расслабьтесь. Таким образом, пациентка работает не только у нас в клинике, но и имеет возможность уникально дома продолжать эти тренировки. Галина Васильевна, а вот теперь нам скажите, что изменилось в жизни? В жизни изменилось. Ну, во-первых, я почувствовала мышцы тазового дна. То есть раньше, если я не придавала значения, у меня исчезли симптомы потери мочи. Ну и самое главное, в первую очередь, заметил муж в наших изменениях сексуальных. Так все. Инна Анатольевна, пока мы хохотали за кулисами, говорил Галина Васильевна. Галина Васильевна, расскажите, что сказал муж. Расскажите, что сказал муж. Конечно же. Это было самое главное, потому что именно муж отметил положительные изменения в состоянии. Вот это важно, друзья. Спасибо большое профессору Аполлихину нашу программу продолжать. И я хочу, можно еще сказать? Говорите, скажите. Да, пользуюсь этой передачей, я хочу сказать огромное спасибо Инне Анатольевне, что дала жизнь такую, и что раньше я этого даже и не знала, и не предполагала. Что огромное ей спасибо, огромнейшее. С вами снова здоровье, друзья. Наша программа сегодня называется «Странные вопросы о сексе». И я собрала в нашей студии лучших докторов России. Это урологи, акушерогинекологи, эндокринологи, андрологи, психиатры, кардиологи. Все пришли для того, чтобы сказать вам только одно. Жизнь не заканчивается. В любом возрасте она должна быть полноценной. И близость с любимым человеком – это неотъемлемая часть нашей жизни. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. Программа называется «Странные вопросы о сексе». Поэтому, пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Виталий. У меня брат старший, ему 55 лет, он сюда постеснялся прийти. Но такая ситуация и такой вопрос. Он на неделе ходил к урологу. Диагноз – подозрение на импотенцию. У нас сейчас такого диагноза нет. У нас есть диагноз «эректильная дисфункция», нарушение эрекции. Но быту, так и говорят, импотенция. Да, да. Но анализы пока не готовы. Он его почему-то послал к кардиологу. Уролог послал? Да, уролог послал к кардиологу. И я однажды слышал, что мужчина с таким заболеванием умирает от инфаркта через несколько лет. Уже бог с ней с потенцией. Да, да. И что вот мне, в принципе, делать-то? Мне готовиться к его смерти или это неправда? Я вот не понимаю. И мне очень страшно от этого становится, что от импотенции, вернее, страдая импотенцией, умираешь от инфаркта. Что это такое? Есть ли какая-то связь между эректильной дисфункцией или импотенцией, как вы говорите, и инфарктом миокарда? На этот вопрос в нашей студии ответит тоже замечательный доктор. Это врач-кардиолог. Кардиолог интервенционный. Профессор, доктор медицинских наук Борис Александрович Руденко. Профессор Руденко – интервенционный кардиолог. Он работает в Центре профилактической медицины и спасает людей от инфаркта миокарда. Каждый год больше тысячи его пациентов возвращаются к нормальной жизни. Количество пациентов большое. В среднем у нас доходит до тысячи манипуляций за год. И это то, что позволяет сделать наше операционное, рабочий график. Если бы мы работали в несколько смен и в несколько операционных, то пациентов было бы гораздо больше. Как уберечь человека от инфаркта? Каковы ранние предвестники этой болезни у мужчин? Как связан секс и потенция с сердцем? Ответы на эти вопросы знает кардиолог Руденко. Профессор Руденко в нашей студии. Он человек, который впрямую спасает от инфаркта миокарда. И вопрос первый, Борис Александрович, есть связь между импотенцией и инфарктом? Правда ли, как утверждает наш гость, сегодня у тебя в 40-50 лет импотенция, а через 4-5 лет инфаркт? Ну, не все так плохо, конечно, хотя связь, несомненно, есть. При ишемической болезни сердца, конечно же, страдает наш главный насос, который прогоняет кровь через весь организм. И если основная наша мышца, основной насос работает плохо, то страдают все функции. Кровоток переспределяется таким образом, что больше достается нашему главному органу, головному мозгу, а нижние этажи уже кровоснабжаются по остаточному принципу. Другой механизм, другая взаимосвязь, которая очень часто игнорируется, то, что ишемическая болезнь сердца – это засорение сосудов сердца. И очень часто этот процесс сопровождается засорением сосудов малого таза, всего организма и малого таза, которые кровоснабжают половые органы. Очень часто это происходит у курильщиков. И в данном случае, конечно же, задача кардиолога, к которому обратился пациент с жалобами на эректильную дисфункцию – восстановить проходимость не только сосудов сердца, но и проходимость сосудов малого таза. Значит, смотрите, ишемическая болезнь, мы говорим, сердце, в ее основе лежит атеросклероз. Вот мы показали вам сосуды разной величины. Вот это самый маленький, это сосуд полового члена. Вот это чуть побольше, но тоже небольшой сосуд сердца. А вот это одна из крупных артерий. А теперь смотрите, у меня в руках три одинаковых шарика. Грубо говоря, атеросклероз во всех сосудах развивается с одинаковой скоростью. Но если в большом сосуде такой шарик-просвет не перекроет эта бляшка, в сосуде сердца просвет останется, но небольшой, в сосуде полового члена просвета не останется в принципе. Поэтому первое, так как эрекция – феномен сосудистый, кровенаполняются сосуды, то первое, что мужчина замечает, как первый признак атеросклероза – это отсутствие эрекции. Поэтому есть такая статистика. Через пять лет он может увидеть и почувствовать боль в сердце, потому что скорость будет продолжаться, бляшка будет расти. И действительно может развить острый коронарный синдром и даже инфаркт миокарда. Что делать в этой ситуации? Внять совет уролога. Строго пойти к кардиологу, потому что при плохом сердце ни о каком сексе нечего говорить. И я приглашаю вас в операционную, в наш институт профилактической медицины, где и работает профессор Руденко. Оперирует профессор Руденко. Каждый день он спасает минимум семь человек. Спасает от инфаркта миокарда и делает это за десять минут. Пациент на операционном столе не спит, а врач под контролем рентгена через артерию на ноге подводит специальный проводник к месту сужения артерии сердца. В артерии установлен специальный металлический проводник, по которому мы уже будем заводить все наши дальнейшие инструменты. На конце проводника специальная пружинка – стенд. Она и должна расширить сосуд, забитый холестериновой бляшкой. Темный сосуд – это нормальный диаметр сосуда. Соответственно, мы видим, как удавка, как песочные часы. И есть сужение, которое обусловлено атеросклеротической бляшкой. Стенд, введенный сюда, расширяет сосуд и становится каркасом для стенок. В результате кровоток полностью восстанавливается. Плантировали стенд в пораженный участок. И, мне кажется, разница видна даже глазами непрофессионала. Здесь другой диаметр. И те сужения, которые мы видели, они полностью устранены. Диаметр сосуда равномерный. Вот и все. Уже на следующий день этот человек может вести абсолютно нормальную и во всем полноценную жизнь. Я хочу сказать, что у нас сегодня в студии один из многотысячных пациентов профессора Руденко. Юрий Павлович Слепов. Вот он сидит у нас, Юрий Павлович. Ответьте на вопрос. Сколько стендов вам поставил профессор? Ну, в общей сложности 11. 11? Стенды стоят в сердце, стенды стоят в аорте. Вы садитесь, пожалуйста. Мы увидели, что вы роскошной красоты мужчина. И вопрос к вам один. Как вы живете? Ну, проблем не существует у меня сейчас, в принципе. Я с Борисом Александровичем познакомился в 2007 году, когда была первая проблема. Сделал у меня операцию, поставил стенд в сердце. Пять лет не общались, а сейчас вот еще раз. Сейчас еще? В 2012 году какая-то странность появилась. Слишком бурно развивался Тараскарус в разных местах. Но благодаря золотым рукам Бориса Александровича, вот я живу хорошо, достаточно. Чувствую себя великолепно. Я хочу сказать, что сегодня появились медицинские официальные рекомендации, объясняющие пациентам, когда можно иметь физическую нагрузку и сексуальную близость. Вот при тех операциях, которые делает профессор Руденко, уже на следующий день после проведения операции, на следующий день после выписки человек может приступить к абсолютно полноценной жизни. Так, Борис Александрович? Да. Как и есть, это одно из основных преимуществ наших операций. Поэтому сходить к кардиологу, если атеросклероз в сосудах сердца, вылечить их и дальше заниматься своей потенцией, жить спокойно и иметь всю полноту красок нашей жизни. Спасибо. Передавайте брату. Спасибо большое, Борис Александрович. Друзья, наша программа продолжается. С вами снова здоровье. Тема нашего разговора сегодня очень простая. Странные вопросы о сексе. Поэтому, пожалуйста, следующий вопрос. Меня зовут Наталья. Сегодняшняя передача ответила на многие интересные вопросы. Но мой вопрос весьма интересен. И, в общем, задать я его хотела бы. Дело в том, что мы с мужем прожили 20 лет. Вот. Мы любим друг друга. И первое время у нас были прекрасные страстные отношения. Но последние 10 лет отношений интимных практически нет. Ни ему не хочется, ни мне не хочется. И у меня такой вопрос. Может быть, это не нужно совсем, когда есть добрые, прекрасные отношения внутри семьи. И дети у нас общие. И, в общем, у нас все прекрасно. Нужно ли вообще иметь интимную жизнь, если в семье и так все хорошо? Называется, вы тут все о сексе? А может, и не надо вообще? И так хорошо жить, как товарищи. Вы знаете, первое, выбор делает каждый человек для себя сам. Но второе, я все-таки очень хотела, чтобы на этот вопрос ответил профессионал. И у нас в гостях сегодня врач-психиатр. Профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии Первого Московского государственного университета Юрий Павлович Сиволап. Профессор Сиволап – известный психиатр. Он помогает людям с депрессией, паническими атаками и генерализованной тревогой. Его пациенты не психически больны. Это мы с вами – люди, уставшие от жизни, разрушающие свою семью и не знающие, что выход есть. Нередко бывает так, что у человека имеется пограничное нарушение психики, депрессия, тревога, которая почти всегда сопровождается сексуальной дисфункцией. Вот простая русская статистика. Каждая пятая семья живет без секса. Каждая четвертая имеет близость реже одного раза в месяц. Как меняется поведение мужчины и женщины в зависимости от гормонального профиля? Как сохранить семью? Как получить полное удовлетворение от совместной жизни? Сегодня это медицинские вопросы, ответы на которые знают психиатры. Итак, мы вам много рассказали о причинах отсутствия сексуальной близости между людьми. Это может быть театр склероз, когда возникает импотенция. Это может быть и снижение тестостерона, это может быть изменение мышц тазового дна. Но вот вы знаете, профессор Сиволап занимается тревожными расстройствами у людей. Поэтому я бы хотела дать слово вам и попросить вас сказать, нормально это или нет. Вот у семьи 10 лет хорошее отношение, но близости нет. И жертв вроде бы нет в этой ситуации. Это нормально или что-то надо делать? Я бы сказал, что это обычное явление, обыденное, но обычность не означает нормальность. Потому что здоровые люди должны обязательно в семье иметь сексуальные отношения. И если нет медицинских причин, если нет гормональных нарушений, при наличии которых нужно бегом бежать в клинику профессора Калинченко, если есть психологические причины, тогда, разумеется, необходимо сексуальную жизнь восстанавливать, нужно ее возобновлять. Очень многие люди думают, что после 50 лет, после 40 лет уже наступают в возраст, когда секс не нужен. Это обман. На самом деле совершенно не так. Секс нужен всегда в хорошей семейной паре. Это нужно не только для того, чтобы семейная жизнь не была обедненной, недостаточно полноценной, это нужно еще и для здоровья. И для мужчины, и для женщины регулярный секс – это предупреждение тревоги и депрессии, это предупреждение сердечных заболеваний, это повышение общественного качества жизни. Вы знаете, вот есть такое слово – это наша самооценка. Если мы в хороших отношениях с детьми, мы знаем, что мы хорошие мамы. Если мы хорошо работаем, мы знаем, что мы профессионалы. Но узнать, женщина я или нет, мужчина или нет, можно только в результате близких отношений. Поэтому, конечно, решать вам. Но в целом, если говорить о психическом здоровье, конечно, эта часть жизни должна быть, и вы должны себе сказать – я женщина. «Это зеркало только муж и только в постели». Вы знаете, я хочу сказать, что огромные исследования посвящены этому вопросу. И очень часто люди думают, господи, какая там сексуальная жизнь, спать хочется вообще до смерти, а тут еще надо еще час потратить на мужа любимого, лучше скажу, что голова болит или что-то. Вот целые исследования были проведены, посвященные людям старше 45-50 лет, когда действительно желание уходит. Пик сексуальности – это 19. Нам всем не 19. И главный вывод, который сделали доктора, он был очень прост. Пока вы не заведете эту вашу систему, она работать не будет. Поэтому вы должны сделать над собой усилие. Сказать «я хочу». Тогда этот ветер перемен дунет не только на вас, но и на мужа. Тогда у вас появится желание. Так как вы этой огромной нашей функцией не пользуетесь, как мышца атрофируется эта функция целиком. И еще это очень важно. Вы знаете, я просто была потрясена, потому что эти же исследования вычислили среднее время продолжительности сексуальной близости, которая позволит бороться с тревогой и другими уже такими психиатрическими отклонениями, которые возникают в старшем возрасте, особенно у женщин. И оказалось, это время какое? Как вы думаете? Сколько надо заниматься сексом по продолжительности? В вашем возрасте? В моем возрасте? Ну, я думаю, не меньше часа. Научно доказано. Достаточно 7-13 минут, чтобы ваша жизнь улучшилась как для мужчин, так и для женщин. Поэтому просто начните, потому что очень важно себя чувствовать женщиной и очень важно себя чувствовать мужчиной. Я хочу поблагодарить нашего профессора. Садитесь, пожалуйста. И пора заканчивать. А вот финальные слова этой программы под названием «Странные вопросы о сексе» будут особыми. Ну что, друзья, вот это два наших медицинских знака – женщина и мужчина. Сколько бы лет нам не было, мы должны оставаться женщинами. Только в этом случае рядом с нами будут мужчины. Вот именно этого – оставаться женщинами. Я желаю всем женщинам, которые смотрят нашу программу. Честное слово, даже не обращаюсь к мужчинам с просьбой уделять нам внимание, что-то делать еще. Целиком и полностью – это зависит от каждой из нас. Поэтому будьте женщинами, и ваша жизнь наладится. На сегодня все. Каждому из вас я пожелаю здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...